Сегодня вы узнаете топ 20 российских акций, из которых можно собрать полноценный портфель. Я предлагаю следующую концепцию. 50% компаний, то есть 10 штук, будут стоимостные или дивидендные, другая половина это будут перспективные растущие бизнесы. Дивидендные компании будут формировать постоянно денежный поток, а растущие компании делать иксы. Я часто показываю вам свой портфель, но он не подходит для обычного частного инвестора, потому что диверсификация очень низкая. Я считаю, что для обычного физика доля одной компании не должна превышать 5%. Именно поэтому в этом портфеле будет 20 бумаг. Скажу даже больше, считаю, что обычному обывателю лучше даже инвестировать в индексные фонды, чем выбирать отдельные акции. Но если вы все-таки решили бросить вызов рынку, этот список из 20 акций будет вам полезен. Но прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мои ролики в виде лайков и комментариев. Попрошу вас сделать это и сейчас. Ну и конечно, если вы не знаете, что написать, напишите просто мой любимый комментарий. Лучший. Лукойл. На мой взгляд, это самый эффективный российский нефтяник с дружественной политикой по отношению к своим акционерам. Прогнозы дивидендной доходности на ближайшие 12 месяцев составляют около 13%. Лукойл недавно продал свой НПЗ в Италии за 1,5 млрд евро. Соответственно, можно рассчитывать на экстра дивиденд. Компания обладает своим собственным трейдинговым подразделением. Плюс выигрывает от ослабления рубля. По Лукойлу у нас есть карточка компании с таргетом 6 тысяч рублей за акцию. Сургут Прев. Еще одна дивидендная история из нефтянки. Ключевая идея это высокий дивиденд на фоне ослабления рубля. Валютная кубышка компании сейчас превышает 60 млрд долларов, хотя, конечно, непонятно до конца, какая ее структура. На этом слайде вы видите модель, которая показывает, какой будет дивиденд при курсе. Например, 90 рублей за доллар. Здесь 14,3 рубля. Но это довольно-таки оптимистично. Большинство же аналитиков сейчас закладывают дивиденд за 23 год от 9 рублей на одну привилегированную акцию. При цене сейчас 43 рубля за бумагу, дивдоходность более 20%. Идея по Сургуту не без риска. Многое будет зависеть от курса рубля на конец года. Новотек – одна из немногих компаний из нашего сектора нефтегаза, который является перспективной и растущей. Добыча природного газа растет, в отличие, например, от Газпрома, который существенно сократил добычу в последнее время. Еще один благоприятный фактор заключается в том, что во втором квартале 2023 года реализация на экспорт стала рекордной – 3,2 млрд кубометров. А это самое прибыльное направление. Но самое главное в Новотеке, конечно же, его будущие проекты. И первый – это Артик СПГ-2. В конце этого года, в начале следующего года, ожидается запуск первой линии мощностью 6 млн тонн СПГ в год. Второе – в ближайшее время будет решение по Обскому СПГ мощностью 5 млн тонн в год. Третье – в этом году компания с дисконтом выкупила долю Shell в газпромовском проекте Сахалин-2. Это еще плюс более 3 млн тонн СПГ в год. Плюс недавно мы узнали еще об одном проекте Новотека – это Мурманский СПГ. Если все эти проекты реализуются, Новотек существенно нарастит свою выручку и прибыль. Но, конечно же, не без проблем. У Новотека проблемы с собственной технологией по крупнотоннажному сжижению газа. Ну и есть проблемы с постройкой газовозов. При таких перспективах Новотек еще исправно выплачивает дивиденды. Прогнозы дивидендов дохода за ближайшие 10 месяцев около 9%. Круто! Это компания по стратегии рост плюс дивиденды. По Новотеку у нас также есть карточка компании со справедливой стоимостью 1534 рубля. Также в таких карточках мы указываем прогнозы дивиденды, доходность, вероятность выплаты. Ставим оценку по динамике выручки, эффективности долговой нагрузки, справедливой стоимости, исторической дивидоходности. И ставим итоговую оценку компании. И указываем риск инвестирования. Если вам нужна качественная аналитика по российским компаниям, приглашаю вас в нашу группу в телеграмме, которая называется Путь инвестора. На ютубе я раз в неделю, а там каждый день. Там вы найдете разборы по компаниям, разбор всех самых главных отчетов. Вообще это канал для думающих инвесторов. Ссылки будут внизу в описании, в заявленном комментарии. Обязательно присоединяйтесь в наше комьюнити. Роснефть. Еще одна перспективная история в секторе нефти и газа, которая сейчас уже добывает около 6% мировой добычи нефти, а будет еще больше благодаря проекту Востокойл, который расположен в Западной Сибири. Сейчас там добывается порядка 15-16 миллионов тонн нефти в год. Это около 7-8% от добычи компаний. А к 30-му году будет 100 миллионов тонн и выше. Таким образом, и выручка, и прибыль Роснефти в будущем будет только расти. А кто будет рынками сбыта, уже понятно. Это самые главные растущие экономики мира. Китай и Индия. Роснефть, как и Новотек, исправно выплачивает дивиденды. Прогнозная дивидендная доходность за ближайшие 12 месяцев составит около 8%. Отлично. Тоже рост плюс дивиденды. Сбер. Еще в ноябре 2022 года я включил его в топ-5 акций на 2023 год и оказался полностью прав. Только с начала года бумага дала более 70%. И идея актуальна до сих пор. Прогнозная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев составляет около 13%. Красным вы видите траекторию прибыли за 2023 год и очередной новый рекорд. В июне 138, почти 139 миллиардов рублей чистой прибыли. За полгода Сбер уже заработал более 30 рублей чистой прибыли на акцию, что соответствует 15 рублям дивидендам. Будущего мы не знаем, но если второй полугодий окажется менее удачным, все равно можно рассчитывать на итоговый дивиденд по итогам года около 30 рублей на акцию. И это будет рекордная выплата за все время. Ну и конечно не стоит забывать о том, что Сбер наряду с Яндексом является лидерами среди технологических компаний. На мой взгляд, после начала СВО многие забыли про инновации. Ну конечно же сейчас совсем не до них. Но в будущем этот фактор будет важнейшим. Тинькофф. Сразу предупреждаю, что это глобальная депозитарная расписка, у которой повышены риски инвестирования. Тинькофф это растущий бизнес и самая сильная его сторона на мой взгляд это умение привлекать новых клиентов за счет качественных сервисов. Компания отлично использует стратегию ориентированную на клиента, общее число которых выросло на 36% и составило сейчас уже 31 миллион человек. Число активных клиентов также увеличилось на 36% и сейчас составляет 21,4 миллиона человек. Здесь бизнес я могу проанализировать по методу Питера Линча, то есть я являюсь клиентом Тинькофф, это мой брокер по акциям. Также у меня есть несколько карточек. В целом я могу сказать, что как клиент я полностью удовлетворен. Как видите, если мы посмотрим на чистую прибыль, то она серьезно пострадала в 2022 году, но достаточно быстро восстановилась. А уже в 2024 нас ждет новый рекорд по чистой прибыли компании. Самолет. Застройщик с невероятными темпами роста. В Московской области компания занимает первое место по объему текущего строительства 3,2 миллиона квадратных метров и второе в России 3,4 миллиона квадратных метров. Ну а после недавней покупки застройщика МИД за 40 миллиардов рублей объем будет 4,2 миллиона квадратных метров. Также у компании крупнейший земельный банк 34,2 миллиона квадратных метров на 30 июня 2022 года. Темпы роста выручки, конечно, впечатляют 54% в 2021 году, 85% в 2022 году. Важный момент. До конца года компания планирует осуществить выкуп собственных акций или байбэк на рынке в размере до 10 миллиардов рублей. Это означает, что в ближайшее время акции начнут расти. Что мне еще нравится, так это амбициозные планы руководства, которые хотят поддерживать высокий темп роста. Ну и второе. Компания открыта для потенциальных инвесторов и очень старается им понравиться. Фасагра. Крепкий дивидендный игрок, производитель удобрений. В этом году мы уже получили дивиденд за 4 квартал 2022 года 6,2 доходность была к отсечке. Также получили за 1 квартал 2023 года 3,6%. За 2 квартал 2023 года прогнозы дивидендов будут 195 рублей или 2,7%. Прогнозы дивидендов и доходность на ближайшие 10 месяцев составляют около 11%. Фасагра. Фасагра. Это ярко выраженный экспортер, который выигрывает от ослабления рубля. И за первые 4 месяца 2023 года компания увеличила экспорт на 8% в год-году. Также в первом квартале Фасагра увеличила выпуск минеральных удобрений на 6% в год-году. У Фасагра есть, на мой взгляд, важное преимущество. Компания выплачивает дивиденды 4 раза в год. Негативным фактором для Фасагра является то, что мировые цены на удобрения снижаются, поэтому важно отслеживать каждый отчет, следя за динамикой бизнеса. Белуга. Это растущий бизнес, половину выручки которого формирует производство алкоголя, а другая половина – это ритейл. Выручка и прибыль Белуги растут отличными темпами. Менеджмент крайне амбициозен. В 2020 году при выручке 63 миллиарда рублей они поставили задачу удвоения бизнеса к 2024 году – 130 миллиардов рублей. Удивительно, как Белуга при таких темпах роста оказалась одним из лидеров в России по дивидендной доходности. Посмотрите на этом графике, как по годам быстрыми темпами росли дивидендные выплаты. Прогнозы дивидендной доходности на ближайшие 12 месяцев составляют около 9%, что все еще, на мой взгляд, очень круто для растущего бизнеса. Но если вы хотите узнать первыми о дивидендах Белуги, то приглашаю вас в нашу новостную группу, которая называется «Российские акции». Там мы выкладываем актуальные новости по компаниям, дивидендный календарь, также расписание всех отчетов, индекс страха и жадности, лидеры роста и падения. Эта группа будет держать вас в курсе всех важных событий, и вы не пропустите ничего важного. Подписывайтесь, ссылки внизу в описании и закрепленном комментарии. Алроса. Производитель алмазов, который контролирует более 30% мирового рынка. На данный момент компания приостановила выплату дивидендов, но идея инвестирования в компанию заключается в том, что в ближайшее время эти дивиденды опять начнут выплачиваться. В таком случае прогнозы дивидендной доходности на ближайшие 12 месяцев может оказаться очень существенной. По мнению УК доход, например, это около 19%. Алроса перестала публиковать отчетность, но по косыным данным от Республики Саха-Якутия мы можем сделать вывод, что за первые 5 месяцев примерная выручка Алроса составила около 145 миллиардов рублей. И это лучшие цифры с 2019 года. Сейчас я вам нарисую индекс цен на алмазы, и мы сейчас находимся вот в этой точке, на дне цикла. Соответственно, покупать здесь компанию безопаснее, чем на пике цикла. При всем при этом риске инвестирования у Алроса высокий, она еще может попасть под санкции ЕС, а также правительство может продолжить изымать прибыль в обход опционеров через увеличенные НДПИ. Давайте немного выдохнем. 10 компаний мы посмотрели. Итак, в дивидендной части у нас Лукоил, Сургут, Прев, Сбер, Фосагра и Алроса. В растущей и перспективной части у нас Новотек, Роснефть, Самолет, Теньков и Белуга. Магнит. У нас еще действует прогноз от 15 декабря 2022 года со справедливой стоимостью магнита 6300 рублей. Вполне вероятно, скоро до этой цели мы дойдем, так как магнит увеличил лимит выкупа акций у нерезидентов в три раза. И теперь он планирует выкупить почти 30% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Конечно, непонятно в итоге, как магнит поступит с этими акциями. Если погасит, это, конечно, будет замечательно для обычного частного инвестора, но можно ожидать и каких-то очередных схематозов. После того, как компания вернулась в публичное пространство, повысились шансы на возобновление дивидендных выплат. В таком случае прогнозы дивидендной доходности за ближайшие 12 месяцев может составить, по мнению УК «Доход» около 8%, это 443 рубля. Но есть аналитики, которые предполагают, что выплата будет в районе 1000 рублей. Что касается результатов бизнеса, то за 2022 год они прекрасны, чего не скажешь о результатах за первый квартал 2023 года. Рост замедлился на 9% ниже основного конкурента. Причина этого отставания – замедление расширения торговых площадей. Также снизилась рентабельность по EBITDA. X5 Group. Сразу же рассмотрим главного конкурента «Магнита». Это расписка. Если мы посмотрим на динамику с начала года, то если «Магнит», например, вырос на 26%, то X5 Retail Group только на 14%. Считаю, что потенциал роста у акции X5 остается очень высоким, даже несмотря на недружественную юрисдикцию. Если мы сравним показатели за первый квартал 2023 года между «Магнитом» и «Х5», мы увидим, что выручка у «Х5» растет значительно лучше, Like for Like продажи лучше, Like for Like трафик лучше, Like for Like средний чек – это единственный показатель, по которому «Х5» проигрывает, по площадям выигрывает «Х5 Retail Group», по выручке на квадратный метр выигрывает «Х5 Retail Group». Как только ушел эффект от покупки «Дикси», «Магнит» сразу же стал отставать от «Х5». По «Х5» справедливая стоимость, на наш взгляд, составляет 2131 рубль, но риски, конечно же, очень высокие. В ближайшее время к дивидендам компания может не вернуться. Эту акцию я включил только для долгосрочных инвесторов, которые умеют и любят рисковать. Для остальных, возможно, акция совсем не подойдет. Нурникель. Для меня эта компания фаворит на все времена, благодаря своей уникальной корзине металлов. Но сейчас она, на мой взгляд, несправедливо обделена вниманием инвесторов. Хотя все понятно – это отказ от дивидендных выплат. Но Нурникель – это номер один на рынке Палладия. 43% контролирует на секундочку. Номер один по рынку высокосортного никеля. Номер четыре по рынку Платины. Пародию – пятое место. По Меди – двенадцатое место. Ну и, конечно, негатива у Нурникеля тоже хватает. Прежде всего, это отказ от дивидендных выплат за 2022 год. Также это снижение мировых цен на сырье. На Палладии очень сильно цены просели. Ну и, конечно же, огромная программа модернизации производства, которая съедает деньги. Прогнозные дивиденды Нурникеля за первое полугодие скромные – 550 рублей 3,5% дивдоходность. Если посмотреть за следующие 12 месяцев, то это 7,5%. Я считаю, что, несмотря ни на что, Нурникель остается отличной историей для долгосрочного инвестора. Сейчас у компании неблагоприятный период. Как раз время для того, чтобы ее купить. По хорошей цене. Яндекс. Расписка. На мой взгляд, это самая главная технологическая компания России. Посмотрите, какими темпами растет ее выручка. 54% год к году. Яндекс – это такой российский мегамикс, который очень похож на американские технологические компании, такие как Uber, Amazon, Netflix и Google. Бизнес хорошо диверсифицирован. Поиски портал 36%, e-commerce 21%, ritech 17%. Количество пользователей ежегодно растет. К бизнесу вообще никаких вопросов. Все просто отлично. Еще и стоит недорого. Но, конечно, главный вопрос – это разделение бизнеса, которое в ближайшее время произойдет. Непонятно, как оно будет. Сейчас на Мосбирже мы покупаем нидерландскую Яндекс.НВ, которая вскоре может стать просто фантиком. Как только ситуация прояснится, Яндекс надо обязательно иметь в портфеле любому инвестору. Группа Позитив занимается кибербезопасностью и является бенефициаром ухода зарубежных компаний из России. Цель компании – занять 30% растущего рынка кибербеза в России. В 2022 году эта доля была 7,5%, а выручка за этот год выросла на 75% год к году. Цифровизация российской экономики растет высокими темпами, точно так же растет и количество киберугроз. Группа Позитив – это открытая компания, которая очень хочет понравиться своим инвесторам. И у нее это, кстати, неплохо получается. Даже, смотрите, дивиденды платит при таком-то росте. Есть один минус, но он очень большой. Компания оценена очень дорого. Полюс – золотодобытчик с перспективой роста. Компания занимает первое место в мире по запасам золота – это 104 миллиона унций. Обладает крупнейшим в мире неосвоенным месторождением золота, запасы которого составляют 40 миллионов унций. Сухой лог называется. Имеет самую низкую себестоимость производства золота в мире. В 2022 году Полюс занял пятое место среди крупнейших завододобытчиков в мире. Произвели 80 тонн золота. В Полюсе, конечно, главная идея – это увеличение производства через разработку месторождения сухой лог. Прогноз на дивиденды доходность на ближайшие 12 месяцев – 5,6%. На этой неделе участники нашей команды традиционно подготовили для вас много чего интересного. Кирилл, автор канала «Захаров Инвест» и «Наш спец по облигациям» расскажет важную информацию по облигациям. А Марк, автор канала «Трейдер в очках» и наш технический аналитик расскажет об очередной акции, которая готова к взлету. Переходите по ссылкам на ролики, ребят, подписывайтесь и передавайте им привет от меня. А зон расписка. Российский рынок интернет-торговли растет отличными темпами, а при этом доля в общем объеме розничных продаж в процентах у нас не составляет даже 10%. Посмотрите, к примеру, на Китай. Там доля интернет-продаж почти 50%. Конечно, эта доля в России будет расти. Если говорить конкретно об «Озоне», то товарооборот на маркетплейсе сейчас растет примерно на 70% год к году и в первом квартале 2023 года он состоял 303 миллиарда рублей. Также, как вы видите, число покупателей «Озона» в миллионах человек растет и в первом квартале 2023 года это уже 37 миллионов человек. У компании сейчас идет активная экспансия, они расширяются, захватывают рынок, поэтому они вкладывают очень много денег и на данный момент убыточный. Но как только экспансия закончится, маржинальность бизнеса начнет расти. Северсталь. Компания очень сильно пострадала в 2022 году, но в недавнем интервью гендиректор Северстали заявил, что компания уже адаптировалась к санкциям и восстановилась от шоков 2022 года. Также он заявил, что Северсталь ожидает сильные операционные результаты во втором квартале и дивидендная передышка не будет длиться вечно. Это сигнал к возобновлению дивидендов. Также из недавнего звонка ММК с БКС мы выяснили, что ЕБИДА ММК составила 22-24%. Лучше у ММК было только в 2021 году, около 30%. Но так как Северсталь была всегда самым прибыльным российским металлургом, можно рассчитывать, что у Северстали сейчас рентабельность по ЕБИДА в районе 30-40%. Если мы посмотрим на динамику акций с начала года, мы увидим, что Северсталь серьезно отстал от своих конкурентов. ММК вырос на 52%, НЛМК на 62%, а Северсталь только на 39%. Здесь я вижу небольшой потенциал, ну а что касается дивидендной доходности, то она может составить около 10%. Некоторые аналитики предполагают, что будет 14% или даже 15%. Главная идея по Северстали – это скорый возврат к дивидендным выплатам. Русагра – расписка. Главная идея, конечно же, это редомицелляция, то есть переезд в дружественную юрисдикцию, а это сразу открывает дорогу к дивидендам. Еще одна хорошая новая заключается в том, что Русагра близка к приобретению доли в крупном производстве соусов и маргаринов НМЖК, что позволит ей стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 30% почти, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Третий фактор – благодаря Эль-Ниньо температура на планете растет, июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю измерений. Сильная жара может привести к проблемам со сбором урожая во всем мире, что может вызвать подорожание мировых цен на продовольствие. ДВМП – это бенефициар разворота России на восток. Компания является лидером по контейнерным перевозкам через Дальний Восток с долей рынка 45%. Это единственный российский грузовой оператор, выполняющий международные интермодальные перевозки. А Владивостокский морской торговый порт, принадлежащий компании, порт номер один России по грузообороту контейнеров. Логистические потоки в России разворачиваются на восток, и компания по полной пользуется этой трансформацией, увеличивая свою выручку и прибыль. ДВМП дивиденды не выплачивает, а инвестирует свободные деньги в свое развитие, причем инвестирует очень успешно. Отдача на инвестированный капитал очень высокая. После недавнего судебного решения ДВМП стало государственной компанией, а государственные компании у нас платят 50% от чистой прибыли. Можно в будущем на это будет рассчитывать. Друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. В левой части у нас дивидендные стоимостные компании. Сразу выделю расписки этого Русагра и Х5. Если есть какие-то сомнения, сразу их убирайте. В правой части у нас перспективные бизнесы. Здесь из расписок Озон, Яндекс и Тиньков. Напишите в комментариях, как вам моя подборка, кого бы сюда добавили или кого наоборот исключили. Почитать будет очень интересно. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязателен.